Соревноваться на сапах становится все популярнее. На базе закаливания и зимнего плавания янтарные моржи провели традиционные старты по гребле стоя. Активом события выступили воспитанники Калининградской морской школы. Там развивают греблю на байдарках и каное. И именно к этому виду спорта собираются уже в самом ближайшем времени официально присоединить и греблю на сапах. Иначе ее еще называют греблей стоя. Профессиональные сапы – это уже жесткие доски карбоновые. У них уже высокая скорость. Также необходимо держать баланс, как в любом виде гребли. Поэтому сейчас на высоте спортсмены, те, которые переходят с каное. Но они параллельно уже участвуют на чемпионатах мира каноеисты и показывают очень высокие результаты. Сложно обычным спортсменам угнаться за ними. На старт дистанции от сотни метров до полукилометра выходило более 50 человек. В самом престижном мужском абсолютном зачете первенствовал отнюдь не профессионал, а просто активный адепт сапсерфинга и сапбординга Вадим Локтик. А еще он увлекается кайтсерфингом. И получать удовольствие от активного образа жизни и водных видов спорта стал уже после 40. Утверждая, что никогда не поздно чем-то увлечься, достигнуть результатов, впечатляющих и сверстников, и молодежь. Благо сейчас подобные доски приобретаются любителями пляжного отдыха, чуть ли не в промышленных масштабах. Но одно дело купить сапсвеслом, другое – оседлать его и укротить. Первое, с чем научиться, это грибсти, несмотря на нос, а смотреть прямо на обувь. Соответственно, дистанции меньше проходишь, двигаешься прямолинейно. Конечно, старт первоначальный важен, чтобы не оказаться среди всех участников и не попасть в замес. Развороты важны тоже. Это помогает серфинг с весом разворотами. Все важно. Важно здоровье. Важно заниматься спортом.